Я в шоке, какие все трусы, у всех свои причины. У Галицкого какой-то футбольный клуб, какой-то там огородик вокруг, Краснодарский парк он там делает. Он мне это лично рассказывал. Я ему сказал, Сергей, засунь себе в одно место этот футбольный клуб и этот Краснодарский парк, сказал Олег Тиньков. А теперь я в шоке. Я ходил недавно по этому парку, по этому великолепию, еще даже все не обошлись с женой. Он огромный, он красивый, Краснодар, стадион, вот этот огромный стадион, Колизей современный, огромнейший красивый парк. Это вот как бы, ну, лучше в Краснодаре. В Краснодаре нет просто вот такого места, вот как парк Краснодар или парк Галицкого, который вот Тиньков, Олег, критикует, что у него там огородик. И это за наши с вами деньги. Откуда у Олега Тинькова такое огромное состояние? Откуда? У каждого, у каждого в стране уже есть эта кредитная ненавистная карточка Тинькова. У меня она тоже была. Я открыл ИП, я потом не мог закрыть этот расчетный счет у Тинькова. Потому что какие-то комиссии закрыть мне надо было кучу-кучу всего. Хорошо говорить про то, что Краснодарский парк не такой, что Галицкий не высказывается, не критикует там политическую ситуацию. Хорошо призывать всех уехать из страны. А давайте, Олег, поможем каждому уехать из страны. У каждого практически в России есть карточка Тиньков. И в том числе и у мобилизованных. Давайте, Олег, сделаем так. В рамках помощи уезда из страны каждому на карточку по 355 тысяч рублей. Перекиньте, пожалуйста. И тогда, тогда уже можно говорить, что я помог россиянам уехать, а они такие нехорошие не уехали. В защиту Сергея Николаевича Галевского я хочу сказать, во-первых, он предприниматель, он всегда был отдельно от государства. Он работал в этом государстве. Но государство с него брало налоги. Предприниматель не может быть каким-то или политическим оппонентом. Он не может выходить на митинги, потому что он делает бизнес в этой стране, в этом городе. И, соответственно, ему нужно налаживать, налаживать отношения. Он делает бизнес. Это обслуживание клиентов, покупателей. Это не политика. Этот парк, это чудо какое-то европейского уровня в Краснодаре. Ну, такой подарок. Футбольный детский клуб. Сам этот стадион. Ну, это же просто великолепие. Ну, что-нибудь Олег создал, Тинькофф, подобное в России. Что-нибудь, кроме того, что я, 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 я такой крутой, я миллиардер, я самый крутой, самый крутой. А по сути, по сути, пивной бизнес спаивать народ был, Тинькофф. Кредитные карточки, огромные проценты, огромнейшие проценты. И потом не выйдешь из этой кабалы. Да, да, кредиты когда-то решают какие-то проблемы. Нет у тебя денег. Ты берешь с кредитной карточки. И ты садишься на эту иглу. Ходишь с нее, снимаешь или оплачиваешь. А потом забываешь про беспроцентный период. И потом на тебя капает, капает. И потом уже, как снежный ком, ты должен Тинькофф. Ты берешь в другом банке, чтобы перекрыть этот банк. Вот вся правда про Олега, святого Олега, который осуждает политику, который осуждает происходящее. И требует, чтобы все предприниматели взяли, собрали свои семьи и улетели. И все уехали. И там строили бизнес. На западе, где-то в каких-то странах пытались. Это хорошее пожелание. Конечно, предпринимателю, когда он дошел до определенного уровня, ему надо брать и уезжать в другую страну. Ну, там, играть в другую игру, в другую игру. А предприниматели уровня Сергея Галицкого, Тинькова, они вообще не видят границ. Сел на частный джет и улетел в любое направление, в любое время. Для них не существует границ. Все-таки, наверное, любим мы Россию, раз не уезжаем. Предприниматели, они все не святые. И Галицкий не святой, и Тиньков не святой. Они все на прибыль, чтобы заработать, работал их мозг. Предпринимательство – это война. Это война умов. Одни хотят сожрать других. Конкуренция – это постоянное размышление о том, как сожрать другого. Вот, вот вся правда. А Сергей Николаевич, он заработал в этой войне, заработал в войне. Думает, дай, ну куда мне еще, ну куда мне еще этих денег? Ну, построю, сделаю что-нибудь полезное. Ну, действительно, ради чего мы зарабатываем? Чтобы что-то полезное сделать. Для семьи, а потом для людей. Все. Получается, предпринимательство – это хобби. Вот просто человеку нравится заниматься предпринимательством. А теперь Олег уехал и требует, чтобы Сергей Николаевич сказал, вы все тут плохие, я уезжаю, улетаю. Парк, оставайся, загибайся, пусть деревья засохнут. Детский клуб пусть не будет финансироваться. Все, что мы там делали годами на вот этой краснодарской земле. Земля – это города. Это не его личная земля, не Галецкого. Это земля, город, это городской парк. И вот теперь Олег Тиньков говорит, что надо все это бросить. Надо сказать, что вы все плохие, вы все неправильные. Да мы все тут, вы все неправильные. И Тиньков сам неправильный. Он сам далеко не святой. Нужны компромиссы, нужно как-то искать, переговоры. Жизнь, она не может состоять из конфликтов. Мы люди, мы должны договариваться. Плохие, святые, не святые, мы все тут в одном варимся. Если мы здесь живем, мы все уже не святые. А что вы думаете по этому поводу, напишите свой комментарий. И подпишитесь на наш канал. И до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok